всем привет сейчас я один свет выключу так сейчас напишу тему здесь в инстаграме так ну хорошо у нас сегодня управитель 1 в девятом ну сразу могу сказать что когда лагнеш попадает в пятый или девятый дом это называют большой удачей это наши счастливчики и ну как бы если это не объяснить то звучит это достаточно глупо ну не понятно почему человек должен быть более удачливым в таких домах да понятно это раджа йога это хорошие дома но есть как бы объяснение и она достаточно логично почему именно в пятом и девятом доме у нас счастливчики потому что 5 и 9 дом это дом чего дом знаний образования то есть это люди которые очень быстро учатся быстро воспринимают информацию быстро осознают духовный потенциал свой кто понимает философию и духовность тут больше улыбается потому что когда ты развиваешь себе философское мышление ты легче принимаешь трудности так как материальный логичный ум на самом деле очень депрессивен по своей природе поэтому когда мы изучаем ведические писания буддийские ну все что вам нравится мозг начинает быть более осознанным легко проходит через трудности и по сути человек становится более сильным когда человек изучает что-то когда он развивается он легче устраивается в обществе он понимает как практически применить это знание то есть ему легче выживать в сложных ситуациях если у него есть состояние веры да и знание а те люди которые быстро учатся они ну как бы чувствуют во первых что их жизнь постоянно меняется с новыми знаниями человек тоже меняется ведь мы же остаемся на том уровне на котором мы остановились когда перестали учиться если человек например закончил колледж до пошел работать и он перестал что-либо изучать вот его уровень соответствует тому времени ну там 21 сколько или кто-то закончил в академии вот как вот в 25 лет он получил знания все ему может быть 40 50 он остается на уровне вот этих 25 лет если начинаешь изучать что-то новые профессии осваивать до духовно образовываться происходит развитие новых нейронов человек испытывает удовлетворение развития и по итогу он становится счастливым и удачливым так что здесь все просто те у кого лагнеш пятом и в девятом они очень легко учатся легко перестраиваются не у них есть сильное состояние веры поэтому это большая удача иметь такое положение если у вас его нет у вас есть все возможности это развить это не значит что это недоступно для людей у кого лагнеш восьмом или в 12 поэтому здесь вот такой интересный момент ну что я еще замечал по девятому дому то что такому человеку действительно необходимо во что-то верить в него всегда есть идеология него есть мировоззрение он стремится к учителям он доверяет учителям ну если конечно нет а мне других повреждений юпитера лагнеш тоже надо сам смотреть как он вообще шунь это в первом доме стоит хоро что любые планеты которые такие логичные так скажем типа сатурна они не все знания пропускают фильтр стоит жесткий человек не доверять пространство такое тоже может быть поэтому в девятом доме конечно же человек и сам становится учителем для других начинает всем советовать ему прям хочется сделать вот и как бы он этот девятый дом это учительство в себе очень хорошо чувствует что я думаю очень здорово вот ну то есть если вы вот эти фразочки слышите где-то в интернете дом удачи да там это вот отсюда идет не просто потому что девятый дом он хороший но просто есть такое выражение в индии да если у тебя есть учитель тебя есть все а если у тебя не знаю там нет денег нет еды да там ничего нет есть учитель ты выживешь также и наоборот если у тебя есть богатство да все присутствует в жизни и у тебя нет твоего учителя твоего гору ну то есть ты как бы не живешь по сути тебя жизнь бессмысленна ты ни за кем не идешь и я тоже над этим размышлял и действительно получается если человек не доверяет учителю и у него нет такого учителя в нашем случае может быть это психолог человека есть проблема и он не доверяет специалисту какого-нибудь он думает что он сам решит этот вопрос или некоторые люди там смотрят мои эфиры целыми днями что-то читают в гугле и они думают что они изучают астрологию но на самом деле они даже не могут соединить дома между друг другом так происходит третий год четвертый пятый они так и не приходят ко мне или кому-то учиться и по сути они просто в пустую тратят свое время то есть им можно было бы просто там пару месяцев выучиться этому не ходить там к астрологам не догадываться а просто решить этот вопрос это тот же самый момент вроде бы кажется ты что-то там изучил но по сути то этого не умеешь делать и как бы находишься между да вот этой такой в прострации поэтому девятый дом это конечно показатель того что у человека есть шанс быстрее к этому прийти но не обольщайтесь если у вас есть такое соединение не значит что вы сразу будете доверять учителям и сразу у вас все будет хорошо в образовании на это влияет также и пятый дом на это влияет первый дом седьмой дом партнерство как вы с людьми взаимодействуете третий дом коммуникации состояние вашей луны то есть то что я говорю это относится конкретно связи 5 1 с 9 но эта концепция может полностью рухнуть если у вас есть нарушение в других областях поэтому примеряйте сами поэтому мы вообще в принципе если так уж подумать не можем просто отделять какие-то положения в карте они должны смотреться все в совокупности но для того чтобы вам понять всю карту то хорошо изучать частями чтобы потом соединить то есть тоже без этого никак поэтому имейте ввиду нам да кто у нас в инстаграме переходите в телеграм я ссылочку скинул да если хотите вот кто хочет поделиться живой какой-то эфир пишите здесь то есть ну что у меня сейчас все переходит сюда так хорошо сушки а вы можете вот кто у меня есть телеграме чуть написать в чат просто пару слов я хотя бы пойму где он находится я просто не могу понять где он я вот у вас вижу я еще пока осваиваю эту программу напишите привет мне где-нибудь я посмотрю вот есть чат для комментариев так все нашел если у вас есть какие-то комментарии пишите сюда все я его обнаружил теперь у нас все для этого есть так что такая информация для размышления 9 дом это также дом начальства авторитетов то есть человек здесь может чувствовать как правильно общаться с теми кто выше по статусу и это тоже неплохо мне кажется ну и так же конечно же все духовные практики все возможности открыт но правда сейчас я бы не стал выделять людей которые приспособлены к медитации или нет я считаю что медитировать может любой любой человек и для этого не нужно никаких особенных там супер способностей поэтому здесь как бы просто девятый дом может дать какой-то дополнительный потенциал знаете когда человек глубоко уходит в это становится каким-нибудь учителем по йоге у него хобби какой-то появляется то есть наверное тут по девятому дому это может быть усиленно но это не значит это человек будет лучше медитировать чем другие то иногда пишут вот там 9 12 дома это тонкие энергии у человека сразу отлет не знаю я йогу сколько лет пять уже преподаю разные люди приходят и те кто вообще с этим не связаны нормально они медитируют у всех получается тут просто зависит от того насколько человеку может расслабиться так напишите в чате может быть у кого есть положение либо поднимите руку вот этого первого дома да то есть управление с первого дома находится в девятом на вот тут эльвира игорь написали так ну давайте я там видел игорь поднимал руку давайте игорь попробуем с вами можете да все включу попробуйте нажать на микрофон да также кто у нас в инстаграме переходите в telegram да здесь можно будет общаться а вот как слышно а привет привет слышу я сейчас посмотрю как видео меня наверно не видно сейчас пока пока нет на вот камера нашел привет 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 мы с тобой общались или впервые нет что не общались я давно смотрю как и многие твои подписчики наблюдаю уже больше года стрепетом за всеми этими эфирами многие даже законспектировал поскольку я астрологию изучаю самостоятельно где-то с шестнадцатого года уже около семи лет вот и у меня уже такая стопочка неплохая записей по эфирам много интересной информации мне нравится в частности как ты соединяешь с мудростью не у всех так получается спасибо ничего не надоедает вот целый год ты меня слушаешь ты знаешь я удивляюсь каждый раз захожу такой опять максим то что он нового скажет потом такой думаю ладно зайду посмотрю там такой раз ух ты как интересно и вот это и это интересно и потом выныриваю с эфира такой блин а я думал не будет интересно опять получилось интересно ну как бы думаю уже там год смотрю как бы чем там делиться а тем не менее каждый раз интересно это очень круто принципе молодец так получается спасибо спасибо ну я наверное думаю что наверно потому что я короче сам не знаю про что буду говорить вот например я иногда даже не знаю что за эфир ну я захожу и типа чё у нас сегодня там лагнеж то есть из первого в девятом и у меня вообще никаких мыслей ну как бы я что-то начинаю говорить и она потом приходит иногда я сам думаю удивляюсь надо же надо бы поразмышлять на эту тему ну как бы самому как бы озарение приходит пока рассказываю может поэтому уж никогда не знаешь что что расскажешь короче я считаю что рассказывать в потоке и это самая лучшая штука у меня очень много планет в рыбах в восьмом доме и надо давай игорь борисов когда-то родился двадцать второе ноль четвертое восемьдесят седьмого город каменка тире днепровская запорожская область украина камен каменка тире днепровская да есть а когда во сколько сейчас 15 35 класс у нас мужчины вообще мужики редко выходят это такое явление прям я давно хотел и очень рад что сегодня у меня получилось включить этот эфир и у меня то положение как раз которое обсуждается хотелось поделиться разными моментами как я видел у тебя рука была поднята прям все время да 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 я сразу поднял думаю чтобы не пропустить потом ну расскажи давай я тебя просто хочу послушать и с ну для проверки там получается в восьмом доме раху юпитер венера и меркурий в рыбах лев лаг на первый дом но вот по теме сегодняшнего эфира так как это про учителей солнце в девятом и вовнах да мне мне как бы учиться было с детства всегда сложно мне было неинтересно в школе и поэтому я не хотел учиться и мне очень трудно давалось это все над математикой я вообще нам плакал сидел то есть у меня ум больше гуманитарный вот она когда школу закончил и закончился период знаний которые мне не интересны с 20 22 лет я начал читать книги об даже не психологии а около эзотерических наук юпитер у тебя пришел 22 года как раз понятно я начал все читать около эзотерическое вот и потом чем дальше тем больше я эзотерикой увлекался и вот то что мне было интересно я читал очень активно и книги даже одного автора целые серии покупал и впоследствии в шестнадцатом году потом у одного мастера я прошел управлением энергиям и карма коррекции общаемся в таком уже больше больше на равных уже общаемся как бы но и в делимся мудростью друг с другом где-то он меня направляли где-то я могу с ним поделиться зонами роста каким-то видением и мы с ним даже создали в восемнадцатом с восемнадцатого на девятнадцатой зимой создали вместе игру настольную психологическую для трансформации сознания подсознания человека то есть я со автор трансформационной игры вот с девятнадцатого года в девятнадцатом мы ее презентовали семнадцатого на восемнадцатый мы ее зимой сделали а вот и восемнадцатого двадцать четвертого февраля мы ее презентовали и вот благополучно он ее проводит очень много и еще там свои создал я ее периодически провожу вот и теперь можно проще стало да она неизвестно в узких кругах называется big round как большой круг или большой раунд я всегда говорю при презентации на фестивалях друзья и можно как восприятие круга можно как раунд это как бой самим собой что ты себе думаешь и какой ты настоящий ли твоя светлая темная сторона и кто как бы из них ты с ней сталкиваешься с темной стороной для того чтобы победить а чтобы познать свои недостатки и как-то измениться в лучшую сторону что деструктивно раньше работала начать чтобы это работало конструктивно не выбрасывая просто трансформируя себе вот это такой мотиватор да и мотиватор в том числе кто-то мне говорил по моей ауре что она у меня исцеляющая действительно я в большинстве общаясь с девочками они бы когда приходят ко мне на консультацию то такие знаешь поломанные в полу депрессии им плохо два часа общения они хорошие наполненные благостные у них голове все стало по своим местам одно из ключевых качеств это то что я раскладываю по полочкам людям их чувства мысли то есть что в их чувствах творится я им раскладываю полочкам что почему и как должно быть события в жизни тоже раскладываю по полочкам какое событие для чего в чем кармический урок какая задача для личной проработки личная зона роста у этого человека и миссия этого человека в жизни того кто ко мне пришел и его в жизни того человека и плюс ментальные программы и убеждения в голове человека привели к тому что он в эту ситуацию попал и зачем она ему для каких для какого изменения она ему нужна и вот все это привести в порядок по сути как бы в глаза бросается то что у тебя переизбыток солнечной энергии ну то есть это солнце раджа йога да такое экзальтированное у тебя ее так много что она как бы видно что она для других как бы не не только для тебя что ты можешь многим это дать девятый дом ты можешь наставлять да и куда-то вести и естественно у тебя по-любому есть своя идеология уже все на девятый дом люди во что-то обычно верят да это похож на учителя я вот на тебя смотрю вот как выглядят именно психологи учителя вот по йоге коучи ну у тебя твоем во внешности что ли это видно но вот именно сам взгляд расслабленность ну то есть я например знаешь как мне нет не особо даже важно сколько человек знает я короче учителей определяют чисто по расслабленности то есть если я вижу что человек грамотный такой весь много чего изучил но у него нет расслабления все он для меня не учитель даже если он много знает а если он знает мало но говорит как бы что-то от души ну видно что он расслаблен значит он победил ум потому что знать много могут многие а вот расслабляться это умеют наверно 003 процента земли то есть ну вот для меня это приоритет короче да если я вижу что человек расслаблен я говорю тебе учителя все могут так как что я буду рассказывать да какая разница рассказывать чего угодно главное что другие расслабиться вот этот переполненный восьмой дом конечно он не приемлет школьную систему которая ну как бы не заточенном для того чтобы проверить эти знания то есть они просто типа как догматика даются что вот в математике такие правила в географии такие когда начинаешь учителя спрашивать надо тоже спрашивал а почему так они расскажут ну вот потому что вот не знаю в книге так написано они же не всегда объясняют это у меня в школе это вообще не нравилось у меня были конфликты с учителями которые не хотели объяснять а почему так ну то есть просто говорили заучивать а я никогда это не любил и даже в нашей школе я исключил заучивание то есть у меня нет экзамена в котором я проверяю положение планет или там домов йог мне просто не нравится мне это скучно то есть люди запоминают сами автоматом я как бы сделал так как мне самому нравится ну то есть они люблю зубрежку короче и у тебя получается форме игры люди без заморочек без каких-то там напряжений играют в игру и сами по ходу начинают видеть свои вот эти грани но это идеальный способ мне кажется игра очень хорошо легко заходит да и еще что у тебя в карте интересно что действительно вот этот твой меркурий в падении с кету он конечно может создавать программа на армии да ну я имею ввиду что он соединен с кету во втором то есть это заработок у тебя идет через исследование древнего да вот кету это древние знания меркурий это необычный интеллект интуитивный который разрушает некоторые догмы то есть твои карта я бы не стал преподносить знания сохраняя его вот у тебя карта именно разрушителя тот кто разрушает и создает из этого новое либо современное понимаешь да то есть есть люди которые традиции как бы под ну придерживаются а ты тот человек который трансформирует традиции ты не замечал в себе так вот так и произошло с этой игрой что произошло мы вообще как начиналось учитель говорит хочешь создать вместе трансформационную игру потому что из тех что я вижу сильных игр нет я говорю конечно хочу все давай взаимодействовать никакой идеи о какой-то базе не было и на что потом в процессе я говорю слушай а давай возьмем нам нужно взять что-то за базу или астрологию или там идзин учения или знание о чакрах грю давай я эти три сферы рассмотрю покопаю где есть информация чтобы материальную часть найти и потом из нее будем делать игроки и окей я все это посмотрел нашел классную статью в интернете про чакры человека основные которые вдоль столба 7 штук и из нее мы сделали эту игру то есть для каждой чакры а я из статьи выделил основные ее состояние деструктивные и конструктивные и их уже в игре оторвозили в разных на разных позициях и нас и так получилось каждая чакра символизирует какую-то сферу жизни человека первое выживание вторая чувственные наслаждения третье общение с людьми и так далее и получается я древние знания взял и преподнес их в современном формате в виде настольной трансформационной игры в которой человек он когда бросает кубик попадает на какую-то чакру и какое-то значение допустим у него в первой чакре может быть агрессия может быть страх а может быть и уверенность своих силах одно из качеств как бы образно по этой чакре и попадая на какие-то определенные сектора он понимает какие у него состояния для него характерны и в зависимости от того насколько они конструктивные или деструктивные мы уже его сознание как бы меняем трансформируем а я на потоке всегда интуитивно прислушиваюсь что с ним нужно делать вот как ты на потоке эфир ведешь я никогда не загадываешь о чем я буду говорить с человеком я даю запрос миру чтобы он помог мне дать этому человеку все лучшее что я могу ему дать быть проводником для него и в процессе уже мы с ним общаемся и выводим на понимание плюс я объясняю ему законы кармы как причины следствия все фундаментальные вещи и так расширяя его кругозор даю ему больше знаний и вот это старые знания в новом таком формате получаем вот это уже произошло не знаю что нравится здесь ну в чакровой диагностики и в астрологии что есть такой элемент который снимает чувство вины то есть все таки если ты человеку говоришь что это не в тебе находится а в какой-то твоей чакре которая в дисбалансе например то человеку легче это переживать что это не его агрессия и злость а это в его чакре и получается он когда с этим работает он как будто отделяет от себя это и растет также как типа это не человек агрессивный это у него марс агрессивный и когда человек снимает эту ответственность у него уходит чувство вины короче люди любят себя обвинять и все и у него работа проходит быстрее это вот настолько хитро придумано ну вот сама система что я замечаю хороший эффект но ты вообще назвал бы себя человеком везучим ты знаешь в большей степени да и но это не в банальных каких-то вещах а вот по жизни допустим надо жилье найти и новую работу меня был период когда мне нужно было одновременно найти жилье и работу я нашел жилье я в киеве живу и я сам из запорожской области вот и мне нужно было одновременно найти работу и жилье я начал активно искать и сложилось так удачно что я нашел такое жилье комфортное с такой стоимостью которая мне как раз было по карману с новой работой у меня оставалось и на себя деньги оставались и на жилье и все нормально я запаковался хотя я взял более дорогое жилье чем было до этого и вот мне в таких фундаментальных вещах мир помогает по жизни новую работу найти с людьми познакомиться допустим сижу я думаю он надо бы мне со стилистом пообщаться чтобы свой профиль инстаграм улучшить то есть и и раз мне через несколько дней пишет знакомый из какого-то из обучения говорит я тут недавно общался на консультации с одной девочкой а на стилист и ей интересна твоя игра не хочешь ли с ней на об этом пообщаться я да конечно хочу раз мы с ней знакомимся проводим вместе эфир о том что такое трансформационная игра что происходит вот и уже можем с ней договориться о том что она придет на игру а мне сделать какие-то услуги по упаковке стиля вот так вот это происходит но я и замечаю что вот связь с пятого и девятого делает человека более позитивным потому что он любой опыт жизни воспринимает как ну как как знание ну то есть это просто мой опыт а когда человек это воспринимает как судьба знаешь такое кармическая ситуация или то что как будто бы мне не повезло то он это все на себя собирает у него какой-то негатив возникает а тут человек готов учиться он же готов и жизни тоже учиться это показатели этого это позитив ну что не может человек быть счастливым который не мудрый по сути может улыбаться только человек который вот именно не через логику мыслит а через философию через мудрость но он может как бы убедить себя в чем угодно и других если даже вокруг будет тяжело например вот как фильм может быть смотрел жизнь прекрасна там в концлагерь попал один еврей сына да да он сыну сказал что это типа такая веселая игра кстати в лагере но это просто удивительно то есть и он ну вот сын получается избежал этой травмы то есть он даже не понял что он был в концлагере по сути так слушай ты получается родился вот в запорож в запорожской до области а ты сейчас сам где находишься в киеве проживаю то есть ты прямо сейчас находишься в киеве да да и учитывая вот всю обстановку у тебя такое вообще настроение я поэтому спроси удивительно мне нужно пояснить да по поводу обстановки нужно пояснить опять же таки тут про удачу очень важный момент недавно за несколько дней до начала этих событий и я вынужден был менять жилье я жил ближе к центру и на другом берегу старом районе а там просто уже прекратили вообще сдачу в аренду того жилья где жил а вот и о чем мне было сказано у меня был месяц на то чтобы сменить жилье я нашел 10 февраля новую квартиру для жизни в новом районе он был сдан только в семнадцатом году дом и я переехал и через несколько дней там неделя 10 дней эти события вот и вот я здесь живу это такое направление где тихо потому что оно находится на юга на юг ну короче наступают с другой стороны и получается у меня тихо потому что наступают с других сторон сверху карты а я снизу условно говоря все же понимают да географии вот а я снизу нахожусь и так как там есть стратегически важные объекты там аэропорту то то там сильно защищают сдерживают и не пускают в принципе в нашу сторону плюс из-за того что район новый здесь нету вот этих сирен которые валают они есть в старой части города но я нахожусь как на краю райончика и мне иногда я только два раза слышал когда наверное ветер был попутный что она воет и то я закрываю окно и я ничего не слышу и моя психика сохраняется я спокойно сплю спокойно живу еще работаю мы получается я работаю в онлайн онлайн компании у нас был восемь часов рабочий день нам сохранили четыре часа потому что упали доходы естественно но работа есть вот оно это везение вот но в частности оно обосновано и кармическими поступками то что я заботился к примеру о своей матери помогал ей найти жилье обустроиться деньгами регулярно помогаю последний где-то год может быть а вот и озабочусь о том чтобы у другого человека было удобное комфортное жилье насколько это возможно и когда я сам получаю это я понимаю что на это есть даже определенные причины конкретные вот вот так все это конечно удивительный пример для других ты вот сидишь рассказываешь я вчера общался с человеком да там девушка была издание еще был человек с какого-то города и вот вот в и ауре по твоему поведению ну как вот ты сидишь вообще нет никакого ощущения до что ты находишься в зоне боевых действий потому что у тебя нутро но настолько цельная что как бы ты как будто управляешь то вот ты сам делаешь выбор короче в каком мире ты живешь вокруг может вот это все происходить а у тебя выбор сделан душой да вот что вот я хочу так и это сила она ну это действительно очень крутой пример ну что я даже удивился так спросил у тебя где ты находишь да и хочу добавить что мое состояние также обусловлено тем что с начала конфликта у меня стабильно за исключением нескольких дней два раза в день практики длительностью от 30 минут до часу медитативные которые меня очень сильно правят ну даже было я день пропустил вот воскресенье на прошлой неделе но особой просадки не почувствовал но понял что нельзя бросать это дело сейчас потому что каждый такой как я нас целая команда есть множество определенное около десятка человек кто у моего мастера купил игру нашу общую ли какую-то другую и мы общаемся в общем чате и я знаю что многие регулярно практикуют и я понимаю что такие люди которые медитируют они поддерживают на лучшую обстановку этот мир и это отчасти моя вот я чувствую это своей обязанностью вот по честному даже когда у нас только комендантский час объявили ведь 24 февраля все началось а 23 у нас объявили комендантский час я тогда уже вечером хотя я не верил что будет такой конфликт я записал вечером нашим коллегам в чат обращение что изменилась ситуация очень сильно и она обострилась общенационально и мы как люди которые заявляем себя как наставники учителя потому что ведущие игры это роль наставника мы должны вступить в духовный план работы это наша обязанность как обязанность значит пахаря пахать военного воевать а наша работать в тонком плане и да вот я согласен ты правильно говоришь потому что я недавно обсуждали эту тему просто сейчас люди же занимают разные стороны и есть один достаточно известный астролог у которого недавно раскололась школа и она раскололась как раз из-за того что он начал занимать определенную сторону и людей удоражить их умы да вот этими политическими новостями которыми опять как вот прямо как ты говоришь должны заниматься другие люди учитель от него не ждут никакого совета никто от нас не ждет мнения по поводу ситуации от нас ждут нашей работы чтобы мы просто успокоили людей и чтобы они чувствовали себя комфортно несмотря на обстоятельства то есть как-то получили какую-то поддержку но когда сам учитель выходит из равновесия то его ученики и те кто окружают они впадают в страх потому что они видят что если даже учитель да ну не смог это преодолеть то их сила сразу заканчивается ну то есть это большая ответственность поэтому ну это прям настолько круто что я думаю знаешь а мы можем знаешь как сделать а ну я еще так не не делаю просто тоже мне пришло в голову почему бы нам не сделать такую короткую ну а медитацию там 5-7 минут на то чтобы ускорились вот эти процессы чтобы все это наконец завершилось пришла гармония вот а проведешь ее ты с удовольствием я сегодня как раз об этом думал на утренний день да я как раз помедитирую и мне проведет человек медитацию вот то есть мне такого еще не было в эфире я тоже новый опыт получу так как у тебя энергии на всех хватит я тоже расслаблюсь да я думаю все расслабятся да так что это будет классно ну давай все я тебе у тебя есть какую-то музыку может включить такую фоновую типа чаши тибетские что-то в этом духе ну я специально конечно сейчас не готовился ну понятно в ютубе можно вбить тибетские чаши давай давай у меня тут просто эфир включен в этом в инстаграме но у меня есть еще компьютер так сейчас я открою тибетские чаши да да и там будет что-то такое легкое я так отвык к медитациям с музыкой я короче постоянно медитирую когда ну тишина а вот с музыкой давно у меня опыта не было так тибетские чаши чаши это наверно тоже было твое желание да оно просто вот транслировалось у тебя видишь все быстро так происходит ты только подумаешь да намерение как мне говорят мои коллеги ты человек намерения не нужно делать даже практику ты просто захотел и оно произошло вот это сила я думаю для людей это будет конечно крутейший пример вот твой как ты вообще кстати я хочу добавить по поводу этой силы что не нужно относиться к этому как вот повезло он имеет возможность это делать я вам скажу дорогие друзья что до того момента как эта сила проявилась я очень много лет работал над очищением своего сознания от деструктивных убеждений от обид претензий в частности к матери ну ты Максим там наверное видишь по карте там к матери было очень много всего ну да и к другим людям и это было очень много тяжелых эмоций деструктивных убеждений внутри меня и это очень много было работы проведено по очищению своего сознания пока я открыл эту силу и воспитал в себе концентрацию на доброте гармонии уважение для того чтобы мои мысли были благоприятны для всех не только для меня и теперь эта сила имеет возможность реализовываться действительно с миром поскольку я допустим понимаю что страдают одинаково люди по обе стороны конфликта обычный народ и ну естественно все у кого был страх все у кого в душе был нерешенный страх они попадая в любые ситуации испытывают хаос и на самом деле у человека у которого страх внутри не живет кто его победил через медитацию ему на самом деле вот как и тебе не важно где он окажется вот в этом и разница так давай тогда включу класс все я включу надеюсь слышно окей ну как бы там ни было начинаем да угу все и все все и все и все и все Продолжение следует... 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 про девятый дом вот он вам девятый дом вот во всей красе как он и должен выглядеть даже рассказывать можно можно было не рассказывать так что вот такие дела ну что всем спасибо я думаю этот эфир я полностью выложу чтобы люди посмотрели помедитировали конечно здорово так что скоро увидимся будем смотреть что нас ждет дальше до новых встреч до свидания